Евреи борьбы Передача о создании еврейского государства, появлении еврейского государства Ну и потом это начало, потом, конечно, о борьбе советских евреев за выезд Использовано очень много литературы, я сейчас всех перечислять не буду Кроме того, тех моих близких друзей, с которыми я когда-то боролся за выезд Это Юлий Кашировский, он написал книгу «Мы снова евреи», очень много взято оттуда Это Гейзель, Зеев Гейзель, который написал потрясающие книги о политической структуре, о политических партиях государства Израиль Ох, у него фантастическая книга о еврейской традиции У нас уже есть звонок, ну давайте послушаем, что хотят Алло, добрый день Алло Да-да, мы вас слушаем Алло Да-да, слух говорите Значит, мне нужен стрельчик Ну окей, я вас слушаю Значит, вчера, на прошлой неделе вы получили звонок от какого-то слушателя, который сказал, что гейзель хотел переправить всех евреев в палестину И эти гады евреи не согласились и получили то, что получили Хочу вам сказать, что сообщение, которое вы получили, совершенно неправильное Гитлер, да, хотел выселить всех евреев из Германии Нет, ну тут я тоже могу спорить Значит, Гитлер хотел освободить Германию от евреев Понимаете? И ему было абсолютно наплевать, куда они уедут Никто, весь мир, никто не хотел их принимать Это была трагедия Но давайте мы к этой теме подойдем, когда будет время, поближе И будем обсуждать это Поэтому, безусловно, там возникало очень много проектов каких-то Но все они были Никто не верил из немецких евреев, что может произойти то, что произошло Это надо было быть таким, как второй чемпион мира Эммануэль Ласкер Который сходу понял, что к чему И то он ошибся, потому что он переехал сначала в Советский Союз Но он имел право выезда Понимаете, он уехал в итоге Он был только с женой Он бросил все, что у него было нажито в Советском Союзе И уехал в США якобы на турнир и больше в Советский Союз не вернулся Но это же надо быть такой головой, как Эммануэль Ласкер Но давайте мы вернемся еще в то далекое время Когда вот после первого съезда, первого сионистского съезда В 1901 году в Базеле был пятый сионистский съезд И вот создается еврейский национальный фонд Кэрет Камет Ле Исраэль Что буквально означает фонд существования Израиля Знаете, я просто немножко хочу рассказать об этом фонде Потому что я считаю, что он сыграл огромнейшую роль Вообще в создании государства Израиль Хотя он был создан задолго до того, как возникло само государство Израиль Еще на первом конгрессе было принято предложение Цви Гермена Шапира О создании фонда, которому будет вверено приобретение земель и их благоустройство Для дальнейшего заселения репатриантами Во всемирной сионистской организации к тому времени уже действовал целый ряд институтов Занимавшихся политическими, идеологическими, воспитательными задачами А вот национальному еврейскому фонду отводились чисто практические функции Это приобретение земель в Эрец Исраэль Передача их в пользование кибуцам Машавам, это фермерским хозяйством Для освоения и создания сельскохозяйственных общин Создание поселений, финансирование репатриации и трудоустройство репатриантов Еврейский национальный фонд создал уникальную структуру сбора добровольных пожертвований по всему миру И аккумуляции средств для инвестиций в сельское хозяйство В создание компактных и охраняемых поселений Многие из которых потом превратились в первые еврейские города в Эрец Исраэль Фонд умело распределял землю на сельхозугодия, жилье, зеленую зону Высаживая леса на еще незаселенных территориях Не только улучшая экологию, но и фиксируя еврейское присутствие Сегодня, когда мы недавно были в Израиле И вот нас возили по... Это было... Кстати, еврейский этот национальный фонд пригласил нас И вот показывал вот эти парки Фантастические парки, которые покрыли буквально всю территорию Израиля Вы знаете, что они ни в коем случае не хуже, чем здесь у нас в Соединенных Штатах Америки Где кругом написано, куда пройти, где что есть Вы там можете сидеть, отдыхать Все как в Соединенных Штатах Америки, если не лучше Это то, чего никогда у нас не было в Советском Союзе Вы знаете, что своей целенаправленной деятельностью Еврейский национальный фонд, несомненно, внес вклад Значительный вклад в обозначение будущих границ еврейского государства Это под эгидой фонда были осушены малярийные болота Проведено оккультуривание почв Потекла живительная влага в пустыне Созданы водохранилища, очистные, ирригационные и арестительные системы Знаменитые израильские опреснительные установки Их покупает чуть ли не весь мир Весь мир приезжает сейчас в Израиль и знакомится со всем этим хозяйством Сейчас, на сегодняшний день, около 14% земли в Израиле принадлежит фонду И более 1100 городов, поселков, кибуцев и фермерских хозяйств находятся на землях, принадлежащих фонду Еврейский национальный фонд не только создал инфраструктуру будущего государства Но и дал работу пребывающим репатриантам Первая самостоятельная покупка, то есть на собранные евреям диаспоры Деньги, в том числе и из голубых копилок, так называемых Состоялась в 1904 году Тогда все было первым И первый кибуц Дганя И первый фермерский поселок Машав Нахалаль И первый город Тель-Авив И первый лес, лес Герцля То было время отчаянных споров в сионистском движении о приоритетах Время тяжелейшего сопротивления местных арабов Упорного противодействия властей атаманской империи Ну, как вы знаете, что, конечно, те интриги уже забыли Сейчас есть много других Я просто не буду перечислять всех, кто приложил Кто сделал очень много для создания государства Израиля сейчас Но я хочу вот еще о чем сказать здесь Что уже на первом конгрессе в Базиле в 1887 году Было принято предложение Цви Германа Шапира о создании фонда Которому будет вверено приобретение земель Однако отцов-основателей беспокоили другие проблемы Благосклонность и покровительство тех монархов и премьеров Кто признает еврейское государство Идеологии и взаимодействия с другими близкими по духу движениями С теми же социалистами Легко за одним числом обсуждать заблуждения великих Но, но, Теодор Герцель долго лелеял надежду То, что султан даст добро на создание еврейского государства И массовый приезд в Палестину будущих его граждан А уже тогда будет создан фонд и еврейский банк Но это все была многосерийная драма Горячие дебаты сторонников немедленного учреждения фонда И аргументы их противников Достойные всякие, наверное, кино, голливудских экранизаций Но, тем не менее, все-таки фонд был создан в 1901 году В том же Базеле И вот Иона Кременецкий Он родом из Одессы Он дал первые 10 фунтов Донейшн в этот фонд И потом уже дали деньги Герцель Потом был такой адвокат Макс Боденхеймер Сделал свое пожертвование И объявил о завещании профессора Шапира Передать на благое дело 2000 марок Собранные студенческой корпорацией Гельдербергского университета Ну, тогда вот было Вы знаете, вот уже в 20 веке В мире было предостаточно состоятельных евреев К ним направились эмиссары фонда Но и были такие меценаты Которых не надо было убеждать Вот был такой сэр Машем Монтофиорий Барон Эдмон де Ротшильд Которые строили первые еврейские поселения Создавали сельскохозяйственные и промышленные предприятия Еще в 19 веке Не умаляя заслуг всех щедрых филантропов Еврейский национальный фонд Стремился достучаться до каждой еврейской семьи В изгнании, в Галуте Зажечь еврейский матч мечты, массы Мечтой о создании строительства своей страны Их скромные копейки и центы были не менее значимы Но важнее было то, что и миллионер И пожертвовавший тысячи, и бедняк, давший всего 5 копеек Становились равноправными партнерами Финансирующими создание еврейского государства Если политические органы сионистской организации Добивались у мировых держав и правительств Право на землю для безземельного фонда Для безземельного народа, я прошу прощения То фонд занимался чисто практической задачей Приобретением и освоением участков для поселенцев Это принципиальная постановка вопроса Не кто-то нам, если будет так щедр А мы сами себе Еврейский национальный фонд приобретал землю В собственность всего народа Израиля Ну в прошу это немножко национальном фонде У нас есть звонок, давайте послушаем Алло, добрый день Добрый день, Яша, спасибо за передачу Я на минутку хочу сказать У меня 20 лет на окне стоит шишка из садов Ротшильда Приятно, да, очень интересно Спасибо за звонок, да Так что, ну, мы будучи вот в ноябре в Израиле Мы там создали новую рощу, новый лес Мы там сажали деревья Будем надеяться, что кто-то когда-то У себя дома Что-то там из нашего леса тоже приобретет Ну, возьмет на память, будем так говорить Ну вот сейчас мы подошли к такой тоже интересной теме И важной, как декларации Бальфура Вы знаете, что великие всякие европейские державы Там Россия, Франция, Германия, Британия Внимательно следили за процессом упадка Атаманской империи В 19 веке и в начале 20 века Естественно, у каждого из этих государств Были свои планы, свои интересы на Ближнем Востоке Наиболее заинтересованной страной была, конечно, Великобритания Дело в том, что у нее в этом регионе были две важные задачи Первая – сохранение пути в Индию И защита Египта, который с 1882 года находился под ее властью Суэцкий канал был одним из важнейших путей сообщения Поэтому одной из причин, побуждавших Англию стремиться к господству в Палестине Было желание сохранить за собой Суэцкий канал В 1915 году нападение турок на Суэцкий канал со стороны Синайской пустыни Закончилось поражением Несмотря на победу, англичане стали проявлять беспокойство по поводу судьбы Суэцкого канала И поэтому усилили свою антитурецкую деятельность Англичане пытались убедить Хусейна, вождя арабов Аравийского полуострова, присоединиться к антитурецкому восстанию Хусейн потребовал награды Британский министр Макмаган, бывший в то время военным губернатором Египта В октябре 1915 года направил Хусейну письмо, известное как послание Макмагана В этом послании было заявление, что Британия готова признать независимость арабов на территории от Средиземного моря до Персидского залива При условии отказа от территорий Северной Дамаска и Персидского залива В послании не были обозначены границы предполагаемых государств Обещания были достаточно расплывчатыми Арабы утверждали, что в послании Макмагана земля Израиля была обещана им в качестве независимого арабского государства Англичане категорически это отрицали и утверждали, что земля Израиля не была включена в обещанные арабам территории В начале войны перед сионистской организацией, в начале Первой мировой войны, я имею ввиду здесь, стала серьезная проблема Центр движения находился в Берлине Германия и Австрия вступили в острое противостояние со странами Атланты, Англии, Франции и России Во всех этих странах существовали значительные еврейские центры Десятки тысяч солдат-евреев воевали по обе стороны фронта Руководители сионистского движения заняли нейтральную позицию И остерегались выражать поддержку одной из воюющих сторон, чтобы не повредить евреям противоположной стороны Однако некоторые руководители сионистской организации были убеждены, что сионизм не может надеяться на турецкую власть И что Британия должна завоевать землю Израиля Во главе этой группы стоял доктор Хайм Вейтсман Более трех лет без устали трудился он для того, чтобы британское правительство признало сионистское движение Вообще Хайм Вейтсман родился в местечке Мотыли около Пинска в черте оседлости Его отец был богатым лесоторговцем и он послал его учиться в Германию и Швейцарию В возрасте 25 лет Вейтсман получил докторскую степень В 1904 году стал профессором химии в Манчестерском университете в Англии И начиная со второго сионистского конгресса он принимал деятельное участие в сионистском движении Вейтсман был одним из противников угандийской программы Вот видите, еще в Уганду хотели евреев поселить, такое было тоже На восьмом конгрессе в 1907 году была принята его позиция синтетического сионизма Сочетавшая практическую деятельность в Палестине с дипломатической деятельностью Подобной той, которую занимался Теодор Герцель На последнем предвоенном девятом конгрессе, состоявшемся в 1913 году По предложению Вейтсмана и Усышкина было принято решение Основать в Иерусалиме еврейский университет Который стал одним из важнейших достижений сионизма на земле Израиля Самым значительным периодом жизни Хайма Вейтсмана было время Первой мировой войны Как химик он помогал в Великобритании Как пламенный сионист с самого начала войны, веривший в победу англичан Он прилагал огромные дипломатические усилия, целью которых было внедрение идеи еврейского государства в сознание общественных деятелей Британии Вейтсман сумел привлечь на свою сторону влиятельного редактора газеты «Манчестер Гардиан» Чарльза Скотта Через Чарльза Скотта он познакомился с Гербертом Самуэлем, первым евреем, ставшим министром в британском кабинете А позднее первым британским верховным комиссаром Палестины А также с Дэвидом Ллойд Джорджем Который в 1915 году стал военным министром, а годом позже главой правительства Вейтсман еще сблизился с многими виднейшими политическими деятелями Великобритании После того, как разработал новый способ производства ацетона, важного химического компонента взрывчатки Когда лорд Бальфор занял пост министра иностранных дел в правительстве Ллойд Джорджа Британское правительство было уже готово к тому, чтобы на государственном уровне признать сионистское движение Что это было движение совершенно необходимо Что этому движению было очень и очень необходимо Хайм Вейтсман впервые встретил лорда Бальфора в 1906 году После того, как тот потерял уже пост главы правительства В своей автобиографии Вейтсман описывает, как во время этой встречи он, сионист, объяснил британскому политику Почему сионистское движение не могло принять угандийский проект, предложенный ему во время правления Бальфора Я ему сказал Мистер Бальфор, допустим, что я предложу вам Париж вместо Лондона Вы его примете? Он выпрямился в кресле, посмотрел на меня и сказал Доктор Вейтсман, Лондон наш Верно, сказал и я А Иерусалим был нашим уже тогда, когда на месте Лондона не было еще ничего, кроме болота Так что, ну, существовали, конечно же, серьезные обстоятельства препятствию публикации декларации Бальфора Многие, например, британские политики считали еврейское государство абсолютным абсурдом Фантазией, порожденной воспаленным восточным воображением и не сулящей никакой пользы для британской империи Министерство иностранных дел опасалось, что ухаживание, как они говорили тогда, за евреями Испортит отношения с арабами На Востоке начинало развиваться арабское национальное движение В Англии существовали антисионистские еврейские круги, которые противились публикации декларации Бальфора И с опасением, что таким образом будет нанесен ущерб положению английских евреев Для большинства британцев судьба земли Израиля казалась вопросом третьестепенной важности По сравнению с другими проблемами, связанными с войной И несмотря все-таки на все эти трудности, 2 ноября 1917 года После долгих и утомительных переговоров, в ходе которых стороны обменялись несколькими черновыми вариантами Долгожданная декларация Бальфора появилась в виде письма, подписанного лордом Бальфором И адресованная барону Ротшильду, неофициальному главе британского еврейства В этом декларации говорилось Дорогой лорд Ротшильд, мне выпала большая честь передать вам от имени Его Величества Следующую декларацию поддержки еврейских сионистских устремлений Поданную на рассмотрение кабинета и утвержденную им Правительство Его Величества с одобрением смотрит на основание Национального очага еврейского народа в земле Израиля И сделает все, что в его силах, чтобы обеспечить осуществление этой задачи При условии, что не будет сделано ничего, что могло бы причинить ущерб гражданским и религиозным правам Нееврейских общин, проживающих в земле Израиля Или правам и политическому положению евреев в других странах Ну, время подошло к концу Еще немножко о декларации Бальфура мы поговорим в следующей передаче И о положении евреев в России Вот в России как раз в это время пройдет революция Но это уже будет в следующей передаче Большое спасибо за внимание, за участие в передаче Ну и я всегда с удовольствием принимаю ваши звонки на эту тему Субтитры создавал DimaTorzok